Так, Владимир, как ты думаешь, смог бы ты пребывать? Ты что? Ты, ты, вот ты, что ты? Смог бы ты? Ты себя-то понял, что ты, вот я смог бы, я все смог бы. Я уже смог, мне не надо ничего мочь. Ладно, про что этот высер? Владимир, как ты думаешь, смог бы ты пребывать в таком состоянии бытия, как, например, последние пару лет? Или прямо сейчас, если бы ты жил любимой женщиной, с любимой, наверное, женщиной, или бы фоном этот нехват женской энергии стагнировал тебя. И ты бы в поиске, блядь, в какой же ересь какая же, в поиске нерассказчиком, чего? Я не понимаю, как ты пишешь. Ты, блядь, в поиске, а нерассказчиком выбила бы тебя сейчас почву из па... Я не понимаю, что ты пишешь. Я бы, бы, куда бы? Ты хочешь, чтобы я сейчас сел и начал фантазировать, что-то представлять себе, и вот этой хуйней бы мы занялись, Андрей? Вот этой ересью. Ты себя не хочешь начать эту жизнь, как-то себя преобразовать, вытащить что-то из себя? Вот ту кучу говна, которая манипулирует тобой, заставляя писать всю эту ересь. Чуть-чуть под ног и на него, если бы Юлька, надеюсь, не ошибся, с именем, резко свалила от тебя вдруг. Дай подумать, если бы Юлька свалила, что вон... Куда она свалит? Нет никакой Юльки, это я и есть. Юлька, это я. Куда она свалит? У нас мыслим, у него все в унисон, у него все синхронно. А если ты уважаешь человека рядом с собой, то ты всегда будешь только радоваться тому, что он сделает. Захочет поехать куда-то, поедет, значит, все надо будет вдруг однажды и куда-то поехать. или что-то исчезнуть куда-то. Ну, значит, такое у нее сумасшествие, да, какое-то произойдет, странная шиза. Ну, что я могу сделать? Не все мы можем пребывать в здравии вечно. Вдруг какой-то сбой, может, деменция какая-то произойдет. Что я могу сделать? Все рассинхрон. Юлька, ты, блядь, ты понимаешь, не понимаешь, о чем вообще говоришь, кто такая Юлька-то. Ты думаешь, она что, баба моя? Это я и есть. Это вот я в зеркало смотрю. Мое зеркало, я любуюсь собой через него. Куда она денется? Она рождена моим зеркалом. Как она может уйти, если это я и есть? Куда она уйдет? Куда я уйду от себя? Как я вот разорвусь? Это ты, лошара, видишь всех отдельно людей? Поэтому от тебя все съебывают. От меня никто не съебывает. Все, кем я любуюсь, все рядом со мной. Все, в ком я растворяюсь. Даже если они куда-то уехали, я все равно с ними. Например, Лера уехала, я продолжаю ей любоваться. И буду, и никуда она не денется никогда. Правда ведь, Лерка? Никуда же не денется никогда. Куда она денется? Завтра? Не знаю. Все. Нравится женатый парень, раздражает, когда он ест. Раздражает, когда его нет. Зациклило в этой игре. Как выйти? Да не нравится тебе он. Просто он тебе не нравится, себя обманываешь. Владимир, как вы себя анализируете и находите свой... Чего вы все за меня хотите спрятаться? Какие узелки? Вот они мои узелки, все перед вами. Я их вот сейчас отразвазываю. Видите, меня бесит многие из вас. Вот я для этого и пришел, чтобы из этого вырулить. С этим повзаимодействовать, состоянием своим. Это я. И еще вот этот мудак во мне присутствует. И через вас я его проявляю. И с ним работаю. И отпускаю его. Какие узелки? Нет никакой повседневной жизни. Жизнь священна. Вот и до. В каждом фрагменте она священна. В каждой... Даже сидите на толчке, давите там что-то. Из жопы это священный момент. Если для вас это не священно, то все. Нет разговора, все не моего круга. Каждый пердеж священен. Наша тема. А фрустрация, пубертат... Не знаешь, с кем-нибудь это... Общайся с такими словами. Здесь есть люди, которые не понимают таких слов. Ты совсем... Ты издеваешься, что все это написал. Фрустрация пубертатного периода трансформируется при дуализации. Ты что, придурок, что ли? Ты полный... Ты придурок. И хочешь, чтобы сойти за умного типа. Вот так написал. Нет, я тебе говорю, ты придурок. Я нашла... Я нашла одного, начала с ним взаимодействовать. А он... А он начал... А он... Это не он, это ты. А он начал отдаляться. Сказал, никакая близость не нужна. В итоге теперь не трогай его. Ну и что это за взаимодействие, когда по итогу молчим, не видимся, не работает ваш совет? Так ты с ним и не взаимодействовала. Ты опять взаимодействовала со своими представлениями о нем. И он это... Гоп, и ушел от тебя. Убери представление. Ты опять что-то ждешь. Опять чего-то... Я вообще советов не даю. Я говорю, что ты создаешь сама. Это не совет. Я говорю, ты все. Ты всегда создаешь сама. Тебе... Я не говорю, что ты должна создавать. Ты всегда создаешь. Вот тот, что человек, который ушел, ты его таким и создала. Ты ему такую задачу и поставила. Поставила. Ты ищи, копайся в себе. Чем ты поставила ему такую задачу? Какими представлениями о нем, какими идеями о себе ты поставила ему задачу съебать от тебя? Какой тут совет? Я просто тебе рассказываю. Ты ту жизнь создаешь. Ты режиссируешь каждым фрагментом этого спектакля вокруг. И все артисты идут от твоих задач. Ты очень много хочешь тепла. Вот весь тот сценарий, который ты себе написал в голове, он в голове у тебя и останется. Вот все, твое представление о мужчинах, какой он должен быть, и что ты должна от него испытать, и ты ждешь совета. Я тебе совет такой не давал. Совет по осуществлению твоих больных фантазий я не давал. Тебе показалось. Потому что все эти фантазии останутся только в твоей голове. И они всегда будут атакованы людьми, чтобы ты не фантазировал, чтобы ты реальной жизнью жила. Реальность будет с тобой все время вот так играть. Разочаровалась, расстроилась, опять впала в отчаяние, все, ты опять в своих мыслях, ты опять жить не хочешь, ты опять видеть реальность не хочешь, опять не хочешь ее создавать, хочешь, чтобы она все по-твоему была. А она не будет потом говорить, а, хочешь опять по-твоему, тогда я развернусь, уйду, и не буду с тобой общаться. Взаимодействовала, да? С собой ты взаимодействовала, анонизм твой, ебеток, продолжается. Нашла она, нашла кого? Что она тебе вещь, что ты его нашла? Где ты его нашла? Кукла, что ли? Кукла где-то в магазине, кто это? Почему ты его нашла? Почему ты его не создала? Почему ты не увидела в нем то, что он предложил тебе? Почему ты опять со своими ожиданиями, со своим самоваром пришла к нему? Естественно, он съебал, он думает, сумасшедшая мне. Не хочет меня вот такого, какой я есть. А пришла, что-то придумал о себе. Он съебал. Как всегда будет. Он видит, ты в своей башке живешь. Как он с тобой будет общаться, если ты оттуда не выходишь из этой башки? Если ты там сидишь, живешь в своей голове, в своих страхах, в своих надеждах, в своих ожиданиях. Все, он начал отдаляться, потому что ты поставила перед ним эту задачу. Отдались. Для чего? Чтобы разбудить тебя. Разбудить тебе эту спящую красавицу.